В рамках очередного визита в Кигенский район глава области Марат Султангазиев принял участие в торжественном открытии нового здания Центра молодежного ресурса и ознакомился с деятельностью ряда социальных объектов края. Наряду с этим большое внимание глава края уделили и реализации государственных программ поддержки сельского хозяйства. Тему продолжит наш корреспондент. Акимобласти принял участие в торжественном открытии здания молодежного ресурсного центра, возведенного в селе Киген. Стоит отметить, что это первый в регионе объект, построенный для молодежи. Общая площадь здания 311 квадратных метров. Стоимость проекта свыше 260 миллионов тенге. Марат Султангазиев выразил пожелание, чтобы новый центр, открывший широкие возможности для повышения потенциала молодежи, работал только во благо. Это один из центров, где у молодежи появится возможность с пользой проводить свое время. Здесь юноши и девушки также смогут посещать различные кружки, изучение которых способствует выбору хорошей профессии. Желаю, чтобы центр действовал только на благо молодого поколения и для сохранения преемственности между двумя поколениями, чтобы старейшины района также могли принимать участие в воспитании подрастающего поколения. В этом центре молодежь района ориентируется на новые инициативы, такие как трудоустройство и открытие собственного дела. Кроме того, здесь можно подобрать для себя и нужную государственную программу, благодаря которой молодые люди смогут принять участие в бесплатных мастер-классах и бизнес-тренингах. В районе проживают около 10 тысяч молодых людей. Они составляют около третье население района. Государственные программы в основном разъясняются через молодежь. По программе с дипломом в село охвачено 78 молодых специалистов. 33 из них обеспечены жильем. Глава региона Марат Султангазиев также посетил многодетную семью, у которой совсем недавно произошел пожар в их доме. Отметим, руководство района оказали своевременную помощь пострадавшим, разместив многодетную семью в одном из коммунальных домов села Кеген. Поможем всем восстановить документы. Всё будет хорошо. Главное, что дети здоровы и невредимы. В остальном вам не о чем беспокоиться. Вас перевезли в районный центр и предоставили жильё. Теперь желаем вам найти здесь работу и обустроить детей в садике и школы. В ходе визита в Кегенский район глава региона также посетил школу-лицей имени Кинеса Нурпиисова, где был проведён капитальный ремонт. По словам специалистов, в районе на сегодня нет среднеобразовательных учреждений с трёхсменным обучением. Однако объектов, требующих реконструкции, немало. Стоит отметить, что за прошлый год в районе капитально отремонтированы две школы, а также проведён текущий ремонт в трёх образовательных учреждениях. А в этом году планируется капитальный ремонт средней школы села Тазаше, а также школы искусств и двух детских садов в райцентре. Эта школа не ремонтировалась 35 лет, с 1987 года. За ученические парты после реконструкции дети сели 8 января текущего года. Школа рассчитана на 624 места. В настоящее время здесь обучается 426 детей. Врачебная амбулатория в селе Озумблах также нуждается в капитальном ремонте. Марат Султангазеев ознакомился с его текущим состоянием. Он поручил ответственным чиновникам оперативно разработать соответствующую документацию и приступить к ремонтным работам. Кроме этого, ветхое здание школы искусств у въезда в районный центр в этом году также будет капитально отремонтировано. Стоит отметить, что руководство района в скором будущем намерено присвоить объекту имя известного политика Заманбека Нуркадилова. А также установить на прилегающие территории памятник казахстанскому деятелю. В настоящее время уже определилась подрядная организация, которая будет проводить реконструкцию школы искусств. Специалистами управления и образования заключается договор. Также площадь, на которой планируется возведение памятника Заманбеку Нуркадилову, составит 12 соток. Далее Акимобласти посетил сельскохозяйственные объекты края. Он ознакомился с молочно-товарной фермой сельскохозяйственного кооператива «Талас» в селе Каргара. Товарищество работает с 2020 года. В его становление инвестировано около 450 миллионов тенге. В прошлом году сюда, из Голландии, были завезены свыше 60 голов племенного скота. На сегодняшний день общий объем надоев молока составляет более одной тонны. Кроме того, в этом году планируется закуп еще 400 голов крупнорогатого скота. Сейчас мы получаем 750 миллионов из фондов поддержки сельского хозяйства на закуп 400 голов скота молочной породы. Но у нас есть проблемы с пастбищными землями. В этом вопросе руководство района обещает нам помочь. Глава региона Марат Султангазиев также встретился с жителями района в Доме культуры села Озунбулак, в рамках которой о проделанной работе перед населением отчитался Аким районом Нурбахат Тингизбаев. В свою очередь граждане смогли озвучить имеющиеся вопросы, касающиеся развития сельского хозяйства, социального обеспечения, в том числе и проведения капитального ремонта в средней школе села Ахсай. Школа построена в 2001 году. В ней всего 6 учебных классов. Нет мастерской, нет столовой и спортзала. Дети не имеют возможности играть в волейбол и баскетбол. Также нет актового зала, поэтому просим провести капитальный ремонт и сделать пристройку. Аким района Нурбахат Тингизбаев, владеющий ситуацией по этому вопросу, отметил, что приложат все усилия, чтобы найти положительное решение. И уже в этом году в селе будет построен спортивный комплекс. Знаю, что объекты образования селя Ахсай не соответствуют стандартам. Мы не можем решить это сразу. Однако могу с уверенностью вам заявить, что скоро мы исправим ситуацию. Хочу вас порадовать, что спортивный зал в селе будет построен в этом году. При содействии областного управления физической культуры через фонд «Казак Халкана». На встрече жители села Сате выразили обеспокоенность экологии озера Кульсай. Говорят, что канализационные воды рекреационных очагов стекают в этот водоём. И тем самым, по словам граждан, загрязняют воды озера. Уважаемый Марат Ильюсизович, хотим обратить ваше внимание на экологическую ситуацию в районе озера Кульсай. 16 февраля стало известно, что компания «Житстрой», построившая у озера гостиницу и ресторан, сбросила канализационные стоки в реку Кульсай. Это вопиющий случай известен сельским жителям давно. Предупреждения сделаны, однако никакой реакции. Более того, они продолжают это делать и по сей день. С этой реки люди берут воду и используют её в быту. Поэтому жители села очень недовольны происходящим. Отметив, что возмущение граждан вполне оправданное, Аким области сказал, что создана специальная комиссия, которая держит ситуацию под контролем. А предприниматели, загрязняющие озеро с точными водами, будут привлечены к ответственности по закону. На следующей неделе отправляю спецкомиссию с моим заместителем, которая будет определять в целом законность деятельности представителя бизнеса. Сейчас одна аналогичная ситуация находится на рассмотрении в суде. В следующем месяце будет вынесено решение. Если нарушения будут выявлены, мы будем намерены снести зону отдыха. Хочу напомнить, что в прошлом году село Саты вошло в число лучших туристических мест мира. Поэтому мы должны воспользоваться этой возможностью и развивать туризм в регионе. Однако вопрос экологии стоит на первом месте. В завершении рабочей поездки глава региона встретился с представителями крестьянских хозяйств Киенского района. В рамках встречи фермеры обсудили с Акимом области эффективность программы АОЛА Манате. Стало известно, что в этом году объём выделяемых средств на реализацию данного проекта увеличился. Поэтому у заинтересованных в льготном кредитовании лиц есть возможность начать своё дело. Кроме того, для тех, кто хочет внедрить технологию капельного орошения, предусмотрена значительная государственная поддержка. Жандос Назарбаев, Бегжан Кенжибай, телеканал ЖТСУ, Алматинская область. Продолжение следует... Если устранение воздуха превышает допустимые нормы, то госномер машины конфискуют и транспорт запретят использовать. Для устранения причин запрета на данный момент Министерством национальной экономики и правоохранительными органами разработан законопроект. Пока он реализуется в пилотном режиме. Что думают об этом простые граждане региона и что говорят эксперты, узнавал наш корреспондент. С 1 января 2024 года по стране в пилотном режиме начал действовать новый законопроект. В рамках него теперь водителем, владеющим автотранспортным средством, с годом выпуска до 2010 года грозит штраф. Так, жительница областного центра Гульзира Бекенказа уже 20 лет работает в службе такси. Она водит машину марки Toyota Camry E 1994 года выпуска. Это уже десятый по счёту автомобиль женщины. До него все другие машины были более раннего года выпуска. А работа в такси – единственный источник дохода Гульзиры. По словам женщины, каждый водитель хотел бы иметь новую машину. Однако немалые денежные средства потребуются не только на покупку авто, но и на оформление документов. Очень многие сейчас ездят на старых машинах. Я бы сказала, большая часть нашего населения. Конечно, куда людям деваться. Мы просто не можем позволить себе новые машины. Мне мой старый автомобиль не доставляет никаких неудобств. Я уже привыкла ездить на нём. Как-никак, это источник моего дохода. Больше ничего. Благодаря своей машине я то там, то тут могу позволить себе заработать и позаботиться о своих детях. Доказательством слов женщины является немалое количество горожан, занимающихся частным извозом. Среди них есть как пенсионеры, так и люди без высшего образования. При этом многие из них вынуждены использовать старые модели автомашин. Я пенсионер. У меня пенсия почти 90 тысяч деньги. И я не согласен с новым законопроектом. Это ничего не даст, кроме того, как усугубить состояние рядовых граждан. Те, кто придумывает эти законы, могут позволить себе новые машины. А что делать нам, простым горожанам? Брать авто в кредит? Залезать в долги? Конечно, они будут вводить такой закон. У них же есть возможности. Согласно статистике, в Казахстане насчитывается более 4 миллионов легковых автомобилей. 49% от этого числа, то есть половина, являются старыми или произведены более 20 лет назад. Ещё 21% всех легковых машин выпущен 10 лет назад. И только 6% – это новые авто. Согласно статистическим данным, получается, что половине всех водителей Казахстана придётся платить штраф за свои старые машины. Однако, по мнению экспертов, только считанное количество старых автомобилей приносят вред окружающей среде. Ведь каждый из них проходит проверку. А останавливать и проверять все машины подряд – это ещё один способ выбивания денег у рядовых граждан. По статистическим данным, средний возраст автомобилей Казахстана составляет 22 года. Этот показатель и является доказательством того, что большинство казахстанцев используют старые машины, поскольку новые просто не по карману обычным гражданам. Ведь они реализуются под высокие проценты. А потому не каждый житель может себе позволить купить новый автомобиль даже в кредит. Например, при внедрении утиль сбора правительство обещало, что цены на авто не будут повышаться, а средний возраст казахстанского автопарка помолодеет, и люди смогут себе позволить новые машины. Ответственные органы пошли на это из-за сложного экологического состояния городов. Ведь, по утверждению специалистов, 70% вреда экологии причиняют старые машины. А во время рейдов 80% владельцев старых автомобилей выносится только предупреждение. Однако есть и те, кому приходится платить штрафы несколько раз в год во время таких проверок. Оказывается, что сотрудники полиции уполномочены снимать автомобильные номера за это нарушение. Как оказалось, есть и другие пути решения подобных вопросов. Что до старых машин, да, научно доказано, что от них вреда экологии больше. Однако с помощью установки тотализарного блока можно снизить количество подобных фактов. А потому это является альтернативным решением вместо того, чтобы штрафовать простой народ за несоответствие требованиям. Отметим, что этот закон существует давно. Изменилась только сумма штрафа. Отныне для физических лиц он составит сумму в размере 10-ти месячных расчетных показателей. Или 37 тысяч тенге. А для юридических – 700 тысяч тенге. В случае повторного выявления нарушений в течение года сумма штрафа для этих лиц увеличится примерно в два раза. Альслужа Андосова, Аялум Жирсым, Хазажай, Дарбек, Нурбек, телеканал ЖТСУ, Кунаев. Призывные комиссии Алматинской области перевыполнили план по количеству призывников и заняли первое место по республике. Вместе с тем на собрании по итогам призывных кампаний 2023 года был выявлен и ряд проблем. Так выяснилось, что новобранцы не обеспечены социальным медицинским страхованием. Эти и другие не менее актуальные вопросы обсудили участники собрания. При этом главной темой встречи представителей оборонного ведомства стал вопрос призыва граждан на срочную воинскую службу. Подробности в сюжете. В работе этого собрания приняли участие представители нескольких военных структур, председатели призывных и работники медицинских комиссий районов и городов Алматинской области, а также представители управления здравоохранения региона. В ходе встречи стало ясно, что у работников призывных комиссий немало проблем, связанных со сферой здравоохранения. При этом задача этого собрания – услышать о трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники районных военкоматов, а также внесение этих проблем в список, который в будущем будет рассмотрен на республиканском уровне. Один из таких вопросов – это сдача дополнительных анализов призывниками срочной службы. Как оказалось, некоторые дорогостоящие процедуры, которые требуют военкоматы, приходится оплачивать самим новобранцам. Те, которые предстоятели, которые пребывают, их отправляют на обследование, снимки и так далее, все это проходит за счет призывника. Да, за счет призывника. Как мы думаем, этот вопрос можно решить? Ответ на данную проблему дал представитель областного управления здравоохранения. По словам специалиста, этот вопрос будет учтен, а также направлено предложение на обеспечение сдачи вышеуказанного перечня анализов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Спикер также отметила, что подобные проблемные вопросы должны решаться на районном уровне. Ведь именно они должны оставлять бюджетную заявку для своих жителей, призванных на службу. У нас у многих призывников нет уже отчисления фонду по соцстрахованию, нет отчисления. Поэтому медуслуги проходят у нас по СМС. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы вот эти медуслуги оказывались по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Поэтому если проработается вопрос, будем освидеть, медосмотр будет проходить все бесплатно. Еще одна тема, заслуживающая внимания, это то, что работники медицинских комиссий не раз отправляли на службу солдат, чье здоровье не соответствует армейским требованиям. Выяснилось, что только за прошлый год в Алматинской области по этой причине было комиссовано более 10 новобранцев. По делам обороны, Ембеков, Казахстан, Крым, 6 случаев выявлено. То есть вот представители медицинской комиссии выдали, вот у вас 6 случаев. То есть отдел по делам обороны Ильинского района, 4 случаев. Отдел по делам обороны Карасиевского района, 3 случаев. Кигена-Раймбекского района, 2 случаев. Жамбулжского района, 2 случаев. Управление по делам обороны город Кунаев, 1 случай. Отдел по делам обороны Толгарского района, 1 случай. И отдел по делам обороны Игурского района, 1 случай. В свою очередь работники медкомиссии утверждают, что они не могут посмотреть медицинскую карточку призывника, поскольку у них нет доступа. Кто пришел с другого региона, вы не можете посмотреть, да? Не могу. Даже с запросом. Доступ запрещен кодексам республики. С запросом даже нету, да? Да. Вместе с тем спикер напомнил, что основная ответственность по явке граждан призывного возраста лежит на плечах работников местных исполнительных органов. Однако эту работу они выполняют ненадлежащим образом. Вот здесь бы хотел обратить внимание уважаемые представители призывных комиссий. Хотел бы напомнить, что в законе написано, что призыв граждан организует и обеспечивает местными исполнительными органами. Все, как вы все знаете, заместители Акимов районов, все являются представителями призывной комиссии. А местные органы военноуправления эту работу просто выполняют. А то у нас тенденция получается, что местные органы военноуправления отвечают, а остальные все, грубо скажем, в стороне остановятся. Завершилась встреча церемонии награждения. Глава департамента по делам обороны Алматинской области поздравил присутствующих с перевыполнением плана и вручил благодарственные письма и грамоты за отлично выполненную работу. Напомним, в прошлом году на службу от Алматинской области было призвано более трех тысяч солдат-срочников. Таким образом, план был перевыполнен более чем над 130%, что обеспечило первое место в республиканском рейтинге призывных комиссий. Сотрудниками ДЧС Алматинской области продолжается разъяснительная и агитационная работа по привлечению кандидатов на учебу в Академию гражданской защиты МЧС Республики Казахстан. Помочь выбрать правильную профессиональную дорогу сегодняшним ученикам средних школ помогают и спасатели отдела ПЧС Ильисского района. Так, огнеборцы провели день открытых дверей для учащихся 10-11 классов. Ребятам объяснили правила поступления, основные требования, предъявляемые абитуриентом, а также поведали о жизни в казарме и о преимуществах этой профессии. В свою очередь, старшеклассники проявили высокую заинтересованность данным предложением и перспективами обучения. Напомним, в Белийском районе насчитывается порядка 50 среднеобразовательных учреждений. 42 из них с охватом около полутора тысяч школьников, 8 сотрудников ЧС в составе агитационной группы провели разъяснительную работу по поступлению в Академию гражданской защиты имени Малика Габдулина. В планах агитбригады встреча с учащимися еще восьми школ Ильисского района. С учащимися проводятся лекции и беседы с раздачей памяток. Хотелось бы отметить, что зачисления в Академию проводятся по конкурсу в соответствии с баллами сертификата ЕНТ, с учетом результатов отбора по медицинским и физическим показателям. Массовое отравление в Мангыстау. Количество пострадавших увеличилось. Полицейские задержали вооруженного мужчину, совершившего разбойные нападения в Костанае. Совместный концерт «Астана-опера» и «Дома музыки» представили в Астане. Подробности далее в нашем выпуске республиканских новостей. В Центральную районную больницу Беневского района Мангыстауской области с отравлением обратились 36 человек. 28 из них были госпитализированы. В инфекционное отделение экстренно было направлено 20 пациентов. Среди них как дети, так и взрослые, в том числе беременные на 19 неделе. Врачи сообщили, что состояние жителей оценивается как средней степени тяжести. Выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием «Алийман». Сообщается, что деятельность заведения временно приостановлена, а санитарной инспекцией начато расследование. В Костанайской области полицейские задержали мужчину, совершившего вооруженный разбой. Преступник, угрожая оружием и в одном из пунктов приема металла, завладел деньгами в особо крупном размере и скрылся. Для его задержания был введен специальный план, организован розыск, в том числе проверялся автотранспорт. Злоумышленника задержали в рудном. Изъят предмет, похожий на пистолет, денежные средства и балаклава. Проводятся все необходимые следственные действия. По оружию назначена экспертиза. Сообщается, что подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В столице представили концерт «Музыка без границ» совместно с Санкт-Петербургским домом музыки. На сцене выступили ведущие солисты «Астана-опера» Салтанат Ахметов и Данмухамед Кошкембаев. Своё творчество продемонстрировал знаменитый виолончелист Сергей Ралдугин. На концерте прозвучали такие произведения, как симфонический кюйк из хуу казахстанского композитора Тлеса Кашгалиева, вокальное произведение Семирамида итальянского композитора Джиакина Рассини и казахская народная песня «Япурай». Завершил музыкальный вечер скрипач Павел Милюков, исполнивший концерт номер один для скрипки с оркестром Дмитрия Шестаковича. Сымба Цанатова по материалам интернет-ресурсов. Самый опасный паук в Великобритании укусил девочку и лишил её возможности ходить. Эфелева башня открылась после забастовки. В Сочи прошёл галоконцерт закрытия 17-го зимнего международного фестиваля искусств Башмета. Подробности далее в нашем выпуске зарубежных новостей. Самый опасный паук в Великобритании укусил в ногу пятилетнего ребёнка. Лили Ходжсон пожаловалась матери на боль в лодыжке. Девочка также испытывала дискомфорт при ходьбе. К вечеру у неё начало чесаться лицо, однако родители решили, что у дочери аллергия на еду. И дали ей антигистаминные препараты. А уже ночью Лили с ног до головы покрылась странной сыпью. На следующий день боль в лодыжке усилилась и девочка уже не могла ходить. На приёме у врача стало ясно, что девочку укусила ложная чёрная вдова, которую называют самым опасным пауком в Великобритании. Его яд вызывает у человека мышечные спазмы, боль, лихорадку, потливость и общие недомогания. Эйфелевая башня после забастовки сотрудников вновь открылась для посещения. Профсоюзы и руководство одобрили инвестиционный план размером 380 миллионов евро до 2031 года, который обеспечит необходимое техническое обслуживание. В рамках соглашения представители профсоюзов и руководства будут каждые полгода проводить встречи для оценки эффективности модели управления. В результате шестидневной забастовки Эйфелевая башня лишилась 100 тысяч входных билетов. В Сочи завершился гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. В программе вечера звучали классические произведения, а также прошли три мировые премьеры, исполненные симфоническим оркестром с использованием русских и арабских народных инструментов. На фестивале прозвучало сочинение победителя 10-го композиторского конкурса в Сочи Дениса Хорова под названием «Грёзы» для балалайки, баяна и симфонического оркестра. Это был первый раз, когда такое произведение было исполнено на сцене Зимнего театра. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. К этому часу у меня всё. Оставайтесь на телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова